МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перезагрузка системы власти Сергей Меликов накануне отправил правительство республики в отставку. Ожидания людей и прогнозы экспертов в нашем сюжете. Чудеса бездорожья на Кизлярщине. Как достучаться до небес местной власти, чтобы жители могли нормально ходить по земле? Узнавали мои коллеги. Потоп в столице. Каковы причины и последствия? Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось регулярно? Об этом поговорили с гостем программы, Гриу начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы Шамилева Магомедова. Подробности в нашем выпуске. Здравствуйте. Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмель. Правительство Дагестана на этой неделе было отправлено в отставку. Об этом заявил в Рио главы региона Сергей Меликов во время совещания в режиме ВКС с членами правительства, главами городов и районов республики, а также с руководителями территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. В Рио главы Дагестана поздравил Артема Сдунова с новым назначением в Рио руководителя республики Мордовия. Он отметил, что регион, куда идет Артем Сдунов, достаточно непростой, но с учетом опыта, который он приобрел в Дагестане, выразил надежду, что на новом поприще он будет работать также добросовестно и активно. В Рио главы Дагестана возложил временное исполнение обязанностей премьер-министра республики на Абдул-Патаха Амирханова. Чиновники продолжат свою деятельность до формирования нового состава правительства только с приставкой в Рио. Кто сохранит свои позиции и посты в будущем правительстве? Где следует усилить властный контроль? И какие сферы особенно нуждаются в реформах? Сергей Меликов отправил правительство республики в отставку. Это стандартная конституционная норма и вместе с тем перезагрузка всей системы власти. Эксперты и представители общественности высказывают разные мнения о том, каким должен быть оптимальный состав правительства Дагестана. Подробности у Хадижи Курбановой. Неизменный закон жизни, незаменимых нет. Все меняется. Перемены ждут и правительство республики, которое накануне отправило в отставку Сергей Меликов. Процедура хоть и стандартная, но дает повод поразмыслить о том, каким перспективам могут привести возможные реформы. Чего ждать от новых лиц во власти и какими должны быть эти лица? В ходе нашего социологического опроса стало понятно. Общественности все равно, кто премьер-министр, а кто глава района. Лишь бы человек был порядочный. Начиная с низших слоев населения и заканчивая высокими постами, он должен быть более порядочным, чем нищий человек или какой-то. А выходит наоборот? Ответственные, порядочные, но и при этом, учитывая законы российские, ну и исламские. Это можно шанс ребенку дать. Взрослым людям не нужно давать шансы. Нужно с новой командой, с молодой, новой, которые хотят работать, с ней работать и решать эти вопросы. Потому что люди недовольны, люди видят. Вот такие ожидания. Как было, мне кажется, никакой разницы нет. Приходят и уходят, а все остается как есть. Ничего не меняется. Представители экспертного сообщества на вопросы отвечают более детально. В частности, экономист Халил Халилов отмечает, что новость об отставке команды с Дунова им была воспринята положительно. Предыдущая команда, по его мнению, не справилась с поставленными задачами. Команда, которая не справилась, не справилась с задачами по развитию республики, экономик республики, все-таки ушла в отставку. Команда эта. Потому как, вот мы смотрим, за все это время у них не было никакой конкретной принятии программы, обозначенных целей, достигнутых результатов у этой команды. Из сфер, которыми уже давно следует заняться вплотную, он отметил земельно-имущественные отношения. Бардак с землей мешает развитию региона, отмечает эксперт. Очень радует, что новый глава республики с первых же дней своей деятельности начал эту работу. Именно на эту боль, на эту проблему он акцентировал свое внимание в вопросах земельно-имущественных отношений. Это проблема, которая мешает многим другим, особенно части инвестиционного развития. Своим мнением о том, какие перестановки хотелось бы прежде всего увидеть в правительстве региона, с нами делится и политолог Ханжан Курбанов. Процентов на 70, конечно, состав подобрался в целом неплохой, мотивированный, правильно мотивированный. Надо усиливать экологическое направление, надо усиливать туристическое, тем более, что сам Меликов сказал об этом. Нужно усиливать строительство ЖКХ. О новом в Рио председателя правительства республики Ханжан говорит как о человеке с имиджем инкогнито. Абдул-Патаха Амирханова знают немногие о его навыках и способности управлять, судить рано. Новое лицо уже обозначено. Человек, который имеет опыт, работает в территориальном управлении, федеральной организации. Честно говоря, это черная лошадка. Мы пока мало что знаем, человек и общественность мало что знает об этом человеке. Не знаю, как он себя проявит. Все прогнозы пока не имеют под собой основания, что изменится и в какую сторону покажет время, как повлияет ветер перемен на дагестанских чиновников и сферы, которые они курируют, кто сориентируется быстрее и построит ветряную мельницу, а кто выставит щит против ветра перемен. Все это зашифровано в будущих решениях, которые уже не за горами. Кадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Мусас, Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Тест на COVID-19 в Рио главы Дагестана на неделе показал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. По данным источника, Сергей Меликов не жалуется на самочувствие. Он находится на самоизоляции и следует предписаниям врачей. Болезнь существенно не повлияла на рабочий график Меликова. Он продолжает взаимодействовать с чиновниками в дистанционном формате. Дагестан стал лидером в России по сбору винограда. Аграрии республики в этом году собрали рекордные 205 тысяч тонн винограда. По этому показателю республика впервые вышла в лидеры по России. Как сообщает региональный Минсельхозпрод, в последние годы виноградарство в республике получает большую господдержку. Отрасль стремительно развивается. Это позволило за последние пять лет увеличить площадь виноградников на 4,5 тысячи гектаров, а сбор на 55 тысяч тонн. Тем временем Дагестан вошел в число регионов с самой низкой зарплатой. Такие данные приводятся в исследовании РИА-рейтинг. Согласно статистике, в нашей республике средняя оплата труда составляет менее 15 тысяч рублей в месяц. Практически все регионы Северного Кавказа в рейтинге показали минимальный размер заработной платы. В тройку антилидеров также вошли Карачаево-Черкесия и Чечня. А самые большие деньги получают на севере страны и в Москве. Там размер зарплаты превышает 100 тысяч рублей. Махачкала опередила крупнейшие города России по качеству дорог. В частности, дороги столицы Дагестана оказались лучше, чем в Ростове-на-Дону, Омске, а также чем во Владивостоке и Саратове. Такой вывод сделали аналитики портала Суперджок. Однако хорошие дороги не спасли столицу от недавнего потопа. Откуда взялось столько воды и почему она вовремя не ушла? На эти и другие вопросы ответил гост нашей программы, в РИО начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы, Шамиль Ахмедович Магомедов. Шамиль Ахмедович, ну минувшие дожди превратили в озера и реки, многие улицы Махачкалы. Все-таки в чем причина? Потому что такая-то картина, она уже постоянной стала. Но говорили о том, что и Ливневку привели в порядок, и все-таки настолько большой объем воды и так долго стоял. Вот вы, как человек, непосредственно участвовавший, побывавший на всех этих проблемных участках, что можете сказать? Была ситуация такая, что реально определенная часть городских территорий подтапливалась. Да, очень интенсивные дожди были. Администрация города, в принципе, была проинформирована тем, что будут такие неблагоприятные условия. Нами были организованы все мероприятия, в том числе, расчистка ливневых канализаций и всю остальную работу мы провели. И, в принципе, в первые дни когда дожди пошли, все это нормально работало и, как говорится, пропускало, и все остальное. Нами был организован штаб, определены были группы, работали 12 противных бригад по городу, кто занимался именно устранением. В первую очередь, конечно, пропускаемость ливневой канализации зависит от приемных камер. Те решетки, которые находились на приемных камерах, частично добивались листой, так как сейчас период листопада, и хочешь не хочешь, листу унесется со всех сторон, если вода идет. Эту работу проводили, и, в принципе, первые три дня картина была нормальной, нигде ни одного ручейка не было, там, где в черте города вода нигде не стояла, все пропускалось. Проблема возникла у нас буквально на четвертый день. На четвертый день как раз выпала месячная норма. Месячная норма, когда выпала, да, во-первых, мы были к этому тоже готовы. Заблаговременно, в 8 часов вечера мы собрались, провели оперативное заседание штаба, распределили функции, полномочия, обязанности, кто чем должен заниматься, выехали, проводили работу и мониторили всю территорию города. И до полвосьмого утра, реально, я сам обезжал с моими ребятами, и наши подвенованные структурные подразделения, и управление администрации города, и другие. Картина была нормальной. Все получилось, когда ревневая канализация по улице Бевлатова вдруг оказалась забитой, хотя она нормально. Дорога на редукторный, грубо говоря. Дорога на редукторный взаимосвязана с улицей Бевлатова. Если эта коленка, ливневая канализация добивается на улице Бевлатова, автоматически поднимается вода на Петра Первого. Это все как сообщающий сосуд. Поэтому зависит от проблемы от приемной камеры, которые находятся на улице Бевлатова. Но в чем была причина установления? Когда? Установили в данной приемной камере, что только наши работники, когда мы приехали, подогнали специальную технику, люди зашли, вытащили вплоть, дает жгули, фрагменты дверей, обломки каких-то там кусков фанеры, чуть ли не испалы. Ну, в смысле, они случайно туда попали? Ну, я не думаю, что такие предметы могли попасть туда случайно. Я так все-таки изначально, сразу мысль такая возникла, что это была какая-то запланированная акция. То есть, вы подозреваете саботаж? Да, это был саботаж. Это все было нами демонтировано. В течение двух часов буквально вода сошла. После того, как... Ну, тут затоп был. Ну, реально там, конечно, проблем была вода. Когда просто элементарно ты в неливневую канальдацию ты ставишь, ну, запихиваешь какой-то предмет, то есть, стоит поперек автоматически, на него все наматывается, и, конечно, пропускная способность уменьшается. И, учитывая, что дожди были очень интенсивные на тот день, конечно, вода пошла наверх. Но есть какие-то расчеты у вас? Вот какая пропускная способность этих... На данном участке ливневая канализация, которая там построена, она полностью справляется, и при любом дожде, если она нормально работает, очищена полностью, она пропускает нормально. Днем потопа никого не может быть. За исключением тучи, попадание крупногабаритных предметов в ливневой коллектор, и, само собой, конечно, уменьшение пропускаемости, тогда, конечно, в зоно начнет выходить. Но все-таки откуда столько воды повезти? Вот этот вопрос Саламак Адявич отдал, когда мы, в принципе, вместе были, мы, получается, объезжали, все мониторили, всю территорию. Когда прекратился дождь, а уровень воды не падает, он, наоборот, начал подниматься. Задумались, откуда что. У нас, вы знаете, наверное, до того, что речка Толгинка, наша Черкистадень, переполнилась, были потоплены приличные территории Ленинского района, частного сектора, бывшие садоводчики и товарищества, до того, что нормальной проходимости у реки оказалось, что нет. Но весь объем воды пошел сюда, проще говоря, с гор, с Карабдаккинского района, с Гунякского района. Мы выехали в сторону Толговых, в сторону Ногойчула, там реально текли реки, водопады. Съемки из этих народов. Съемки, все, мы выезжали, все это посняли. Потому что вся эта масса воды, она пошла в город, именно по ротлу реки Толгиньки. И, само собой, это русло, в связи с тем, что оно не было готово к этому, оно не было ни один, его никогда, в принципе, практически не чистил никто. Оно и дорожшее, где-то взаиленное было, где-то замусоренное, где-то какие-то трубы, которые мешают нормальному проходению воды, стоят. Ну, данная проблема была. Было оперативно принято решение. Мы, в принципе, в течение 24 часов практически все эти проблемы решили, русло очистили, воду пустили. Прямо в процессе? Прямо в процессе дождя. Ребята работали, вот реально говорю, я сам всю ночь я стоял, работали экскаваторчики, были лазеристы, вычищали, вывозили, пропускали воду. У нас еще один был проблемный момент, оказался один из фундаментов, от того, что дожди промыли его, он скатился буквально в русло реки, перекрыл его, да, это перед старой Каспельской трассой. Этот фундамент тоже мы демонтировали, но это была очень сложная работа, в течение нескольких дней его ломали, его не получилось вытащить. Мы пытались экранами вытащить, но там варианта не было, пришлось привлекать специалистов, все это дробить, ломать их, туками выводить. То есть, грубо говоря, источник вот этого потопа, он далеко за 200 километров за городом находится. Просто я же говорю, вот всю эту ситуацию, я почему, ну, я сразу вам скажу, это такое продолжение, скорее всего, это дожди, которые дают в город. Потому что это русло никогда столько воды не несло. Ну, оно же к нам идет с Толгов. Плюс все эти воды, которые дают в Сагачеву, я выехал туда, трасса, которая выходит из Сагачеву, заходит в город, на Хан Султану, по этой трассе текла река, реальная река по колено воды, с хорошим, большим течением и хорошим напором. Вы понимаете, что вся эта вода, получается, она, как Махачкала, а же в низине, она собирается все сюда, в город. И в связи с этим, конечно, вот такая проблема вообще. Но вообще на будущее, если посмотреть, какие-то превентивные меры предпринять, может, дожди же еще могут быть впереди, весной могут быть, чтобы расширить, может быть, это русло. Или это большие затраты? Ну, это, вы знаете, не сколько затраты большие, сколько это неполномочие города. Чтобы вы понимали, что здесь закон, где прописано, кто должен заниматься расчисткой русла. Это река республиканского значения. То же самое река Тарновирка, Тарновирка, Кировском районе, то же самое река Республиканского. То есть, сведения Минприрода? Ну, по большому счету, да. Поэтому данные русло-революдовочной работы и очистку русла должны проводить компетентные органы. Мы всегда помогаем. Ну, в этой ситуации не было варианта говорить где-то что-то, поэтому оперативно все вместе мы эту проблему решали. И министр был там, и глава был, и МЧС все были привлечены. Возможно, сжатые минимальные сроки мы постарались эту воду как бы бросить, чтобы она не утопила дальше территорию города. Но сейчас какой-то план есть, допустим, на будущее? Потому что не за горами могут быть новые дожди, снега, чтобы это не повторилось. Потому что это же проблема и с проездом скорой, и с проездом вообще огромного количества людей. Само собой, конечно, на тот момент, в принципе, даже и скорая поехала, а не минимум, и только скорая, да, эти машины по некоторым участкам произвели с большой сложностью. Нет, конечно, все эти работы, все это учтено, даны определенные поручения, направлены определенные письма туда, кто что должен делать. Мы этой работой занимаемся, русло вглубили, прочистили, лишнее убрали, лишние проблемы, которые были связаны с тем, с нормальным прохождением, тоже, как говорится, они ликвидированы. Эта работа тоже проведена, и в принципе, я думаю, что при следующих осадках, таких обильных, если они на тропе, не дай бог, конечно, я думаю, оно справится. И по тропе данной территории мы их не увидим. Есть определенные наметки у нас по вопросу вообще полностью, как бы там, всех вот этих нижних частей города Махачкалы вывести с выводом воды, то есть дождевой воды. Проблема в том еще, что у нас, например, раньше мы, как бы сказать, с этой проблемой мы не столкнулись. Почему? Потому что были определенные диротехнические сооружения, которые в процессе многолетней застройки этого города просто где-то засыпали, где-то фундамент поставили, их просто закрыли. И вот у нас был, например, коллектор, который проходил, проходит под новой трассой. Ну, со временем те застройщики, которые начали строить на квартирные дома на той стороне, проще говоря, на территории озера Абьёли, на прилегающей территории, на прибрежной, они просто засыпали эту трубу. И в связи с этим начало и озеро высыхать, и подтопливаться начали нижнюю часть. А реанимировать её уже никак нельзя? Ну, как, если на ней уже дом и квартирный стоит, уже её никак не реанимируешь. Ну, это отголоски всех тех лет. Но вода – это полбитый, а ещё же и без электричества очень много людей сидит. Ну, само собой, по поводу отсутствия электричества. С первого дня, как пошли дожди, начались проблемы с электричеством. Добиться реакции нормальной от представителей энергетической компании мы не могли. Ну, они же гарантирующие поставщики. А как они это комментируют? Ну, разговоров было много, что у них и аварийного запаса нет, что и бригад не хватает, и людей не хватает. Ну, было принято решение просто выехать на место с доместителем главы, вытащить туда руководство горсетей, Дагенерго, и буквально в ручном режиме мы всё равно работали, по каждому вопросу, по отключению, сами лично контролировали вывезы аварийных бригад. И, само собой, конечно, результат их работы. Потому что, когда ты говоришь, звонишь по телефону, обращаешься, и тебе говорят, что бригада работает, ну, по факту, такого, конечно, не было изначально. Ну, в процессе дальнейшем эту работу нормализовали, как бы поставили в нужное русло, и всё, буквально на второй третий день практически большинство проблем было решено. Все, по крайней мере, линии в УГ работали, обрывов не было, ну, были небольшие отключения по 0,4, там где-то частные, там, трансформаторы стали, где-то что-то ещё, это работа тоже делается. И, по-моему, на сегодняшний день практически, ну, не практически те проблемы в этом плане решены. Ну, я смотрю, у вас на карте здесь как раз, мы обозначаем наиболее проблемные зоны. Да, мы знаем, в принципе, мы мониторим, мы занимаемся, потом мы всегда к этим осадкам и готовимся, чтобы вы понимали. Ну, форс-мажор в любой ситуации в завершение какие-то пожелания и вот о планах работы, что какие вот, какие узкие места, какие проблемы выявила эта чрезвычайная ситуация и что вы готовы сделать, чтобы это решить, что уже делается? Данные проблемы, в первую очередь, конечно, они возникают из-за хаотичной застройки. Я бежал буквально 4 дня назад, я бежал в Кировский район, где были проблемы с подтоплением, когда вода ушла. Это Камаева улица, где мост на нефтебазу. Были там всегда работающие ливневки, был всегда, все, вот шла ливневка, вот труба. Построили объект, все труба встала, конечно, воде уходить некуда, вода стоит. Все проблемные участки объехали посмотреть, именно по Камаеву, по тем участкам. У нас проблем с Досафом, микрорайоном, мы на ней работаем, в принципе, там тоже немаленький объем работы, там вот воду нужно отводить. Это Низина, это Низминность, как говорится, учитывая, что эти все бывшие дачные участки когда-то их сделали, присоединили к городу, но они стали чертой города. Поэтому не готов был город развивать сети в таком объеме, там огромный объем работы. В первую очередь. Во вторую очередь, конечно, даже если мы сети будем строить сейчас, например, на те же дачные участки, как город-то город, можно больше миллиона людей поживать неофициально. Сброс воды на данном этапе те очистные сооружения, которые на сегодняшний день действуют, которые построены еще до моего рождения, проще говоря, они фактически, физически, они будут принять не смогли. Для того, чтобы эти сети развивать, в первую очередь, нужно понять, куда они будут уходить. Чтобы они шли не в море, а чтобы они шли на очных сооружениях, в дальнейшем, конечно, после очистки уходили. Но это нужен коллектор. Коллектор. Вот когда этот коллектор наконец-таки построится, к тому времени, я думаю, уже и сети разводящие мы построим, и все сделаем. Там же усугубляется тем, что там канализация выходит, и людям вообще невозможно. Про микрориум пальмиром мы делали сюда. Там вообще ужасная ситуация. Выгода нету, понимаете? Потому что реально уничтожение, проще говоря, тягачные смогут принять третью часть. Ну, то есть, стратегический просчет. Построены все эти дома, но совершенно никто не посчитал, куда пойдет канализация из этих домов. Вот к этому и пришли. Поэтому до строительства коллектора данную проблему, в принципе, фактически, физически решить, можно сказать, невозможно. А сети построить можно, это одно. Но эти сети надо куда-то вывезти. А пока их вывезти некуда, мы же в море их бросать не будем. Вы же понимаете, и так их там хватает бросок. То есть, пока не построен коллектор, предстоит в ручном режиме вот так вот отрабатывать все эти проблемы на этапе? Ну, в принципе, по большому счету, да. Где-то что-то как-то так. Потому что, если мы, например, будем все это сбрасывать, вы знаете, как правосудные органы к этому относятся. За каждый сброс приходят, предъявляют штрафы, претензии, ущербы, и все остальное. Но, в этой ситуации, в первую очередь, конечно, мы думаем, должна быть, это коллектор. Когда он будет завершен, к этому времени, я думаю, мы все подводящие сети сделаем успеем. Спасибо. Спасибо за комментарий. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Автомобильный слалом, экстремальное вождение, и это самые мягкие характеристики того, что каждый день приходится испытывать автомобилистам из села Заречное в Кизлярском районе. Дороги в населенном пункте напоминают полосу препятствий. Однако, как выяснилось, помехи у местных жителей возникают не только на дорогах. Подробнее по теме от Ханапова. Выбоины, колдобины и огромные лужи. Жизнь, как полоса препятствий. Автомобильный слалом местные жители практикуют более 20 лет. Дороги здесь не ремонтировались со времен Советского Союза. Администрации района никакого внимания не обращают на наши дороги. Сколько раз обращались, они постоянно говорят, вот мы, она заложена в программе, но никаких действий они не принимают здесь. Вот, пожалуйста, на детей смотрите, вот как они ходят здесь. Автомобили здесь въезжают в Рытвины по самый бампер. По некоторым улицам можно проехать только на УАЗике. А вот как добираются по этим дорогам дети в школу остается загадкой. Могут подтвердить любой шофер. В месяц, наверное, по 3-4 тысячи только ходовые ремонтировать у нас идет здесь. Еще проселочные дороги тоже у нас нуждаются в ремонте. Грязь, сапоги. Нам надо одевать, особенно школьники вот ходят в сапогах, грязные приходят в школу. Вот это переулок, вот это переулок. Пенсионерка, женщина, сколько камазов засыпает. Свою пенсию отдала. Люди, проходить отсюда невозможно было. В прошлом году, говорят местные жители, дорогу планировали включить в программу. Однако ремонта они так и не дождались. В Министерстве транспорта республики на это отвечают. Финансирование было сокращено в связи с пандемией. Сейчас же представители власти ручаются. Дорога внесена проект на 2021 год и будет приведена в порядок в первом квартале. На данном этапе проектно-смертная документация разработана. В 2021 году будут проведены работы по восстановлению существующего асфальтобетонного покрытия. Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия на протяжении 6 километров. Вместе на мероприятие по обеспечению безопасности, укреплению обочин. Помимо дороги, сельчан беспокоят и другие наиболее проблемные вопросы. Это распроданные предыдущими властями земли, отсутствие поливной воды, школьных автобусов и садика. Со времен развала колхоза, говорят местные жители, о них будто бы все забыли. В этом селе живут, работы нету, ничего нету. Вот земля хоть обработает, что-нибудь делает, свое хозяйство, скотина держат, весь земля продана. Вокруг, если взять, и на той стороне, и на этом стороне, и наверху, везде продали. Вот 5 гектаров кто должен получать, 2 гектара кто должен получать, и то они не получили, получили совсем здесь, которые не живут. От лица жителей села Заречного обращаюсь к главе Республики Дагестан новоназначенного, чтобы обратили внимание на эти проблемы, которые озвучивали ранее наши жители. Вопросов у местных жителей за эти годы накопилось достаточно. Когда-то они даже составили список своих проблем. Вышло 11 пунктов. А пока люди стараются не отчаиваться и делать все, чтобы их земля не стала Богом забытым уголком. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизлярский район. Представители Кизлярского общества слепых просят о помощи. Их жизнь и так полна препятствий и трудностей, осознать которые здоровым людям, по их мнению, крайне сложно. И без того тяжелую жизнь незрячих усложняют слишком высокие ступени лестниц, отсутствие ограждений, ровных дорог без препятствий, грязная вода и масса других бытовых трудностей. Алина Багилова увидела проблему в деталях. Воду набираешь, она черная. А иногда не смотришь на эту воду, эту воду и мы пьем тоже. Пусть наладят вывоз мусора нормально в городе у нас. Обещания, которые дают, они за воду в прошлом году показывали. Вот мы водоемы настроили, пробурили, вода будет круглосуточная. Год прошел, как была вода, так она и есть вода. Все, больше нет. По сути, все, чего они хотят, это безопасность. Но есть ли она? Люди с ослабленным зрением легко могут тут заработать, к примеру, вывих или ушиб. Помогут им в этом многочисленные препятствия. Усугубляют положение отсутствие светофора, дорожных знаков и асфальта. А вот на тропинке есть проблема посерьезнее. Эти столбы могут стать препятствием даже для машин. Они разделили и без того узкую дорожку. Как такое возможно в районе для слепых и слабовидящих вопрос риторический. Инвалиды идут, им необходимы поручни, по которым они шли бы. А так они могут уйти налево, направо и потеряться. И эта проблема у нас уже с 90-х годов как просто срезали, забрали и мы не можем просто найти людей, которые бы нам помогли установить эти поручни. Проблемы на этом не заканчиваются. Еще одна острая проблема по мнению жителей это мусор. Он находится прямо напротив в детской площадке. В дождливое время ни к чему здесь просто не подступиться. Дороги размывают дождем, а мусор не вывозят, заполняя собой всю территорию. Вот здесь рядом площадка прямо напротив этой мусорки. Вовремя не вывозят и чуть когда ветер, полностью мусор бывает на детской площадке. Дети малые, бывают и двухгодовые, и трехлетние. И вот этот мусор к нам в лицо этим детям летит. Мы жильцы собираем, иногда сжигаем. Уже многие годы инвалиды по зрению пытаются донести до городских чиновников и представителей различных ведомств одну простую просьбу. Дать им возможность безопасно передвигаться по улицам, спокойно идти в магазин, переходить дорогу. Ведь для этого не нужны сотни миллионов. Вот мы сами уже собираем свои деньги с пенсии, чтобы здесь также сделать поручень. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Кизлярский район. В муфтияти Дагестана состоялась презентация книги «Сборник фетву». Она вобрала в себя 100 канонических ответов на актуальные вопросы современности. В мероприятии приняли участие представители власти, видные богословы и общественники. Подробности узнавал Хамзан Магомедов. Чтение Корана традиционно открывает религиозное мероприятие. Для мусульман Дагестана сегодня значимое событие. Вышла книга достоверных канонических ответов на вопросы, волнующие общество. Над изданием работали специалисты отдела фетв муфтията республики. Что такое по сути фетва? Фетва – это богословско-правовое заключение. Доверять мы можем им в силу того, что они почерпнуты, эти ответы были получены нами, извлечены нами из книг, которые представляют авторитет для всех последователей шафийского Мазаба. Имена этих ученых и название этих книг мы все это приводим в качестве ссылок в этой книге. И эти имена, эти книги не могут не вызывать доверия. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Не затрагиваются не только темы, касающиеся богослужения и человека в отдельности, но и темы широкие, социальные. Например, в книге очень хорошо разбираются вопросы семейной жизни, проблемы бизнеса и многое другое. О важности и ответственности при вынесении фетв на презентации говорили крупные современные ученые Дагестана. Население наше должно понимать, что вынесение фетв является очень важным и ответственным делом. Имам Навага подчеркивает, что это является коллективной обязанностью мусульман. Наши праведные ученники призывали нас максимально серьезно и ответственно подходить к данному вопросу. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз показывает и подтверждает тот факт, что земля Дагестана богата истинными муалимами, учеными, которые неукоснительно следуют и сохраняют путь наших правильных участников. В мероприятии также участвовали общественники и представители власти, которые подтвердили острую необходимость однозначных достоверных ответов на те или иные часто задаваемые вопросы по теме религии. Это важно как для молодежи, так и для общества в целом. «Когда наши молодые ребята ищут ответы на многие интересующие вопросы интернет-пространства, имеют под рукой вот такой фундаментальный труд, где на многие вопросы из реальной последневной жизни даются ответы, используя очень известные достоверные богословские источники, я думаю, это имеет огромное значение для общества, и я думаю, этот труд будет использован в огромной пользе». Участникам встречи на экране показали видеоролик о деятельности отдела фетв, в котором подробно описаны методы работы, источники, на которые ссылаются богословы и те трудности, с которыми они сталкиваются. Отделом фетв в Примуфтеате опубликовано в общем доступе более 500 канонических ответов. В первой изданной книге отображены и собраны 100 главных вопросов. Как отмечает руководитель отдела фетв, уже началась подготовка к изданию второй книги. По завершению встречи специалистам отдела вручили ценные подарки. Хамсонур Магомедов, Алиасхаб Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня в России отмечается День Матери, первого и главного человека в жизни каждого. В условиях пандемии женщины-врачи Дагестана стали перед сложным выбором семья или профессиональный долг. Саида Атаева одна из тех, кому в полной мере пришлось испытать на себе все тяготы непростого времени в стенах ковид-госпиталя. Но мама-врач успевала при этом дарить и тепло своей семье, а матери четверых детей в следующем сюжете. Прием больных, осмотр пациентов и распределение по палатам. Заведующая приемным отделением Республиканской инфекционной больницы Саида Атаева с работой справляется на ура. Но душой и помыслами мать четверых детей всегда дома. В перерывах между работой она обязательно звонит своим детям. Чтобы узнать, как дела, готовы ли они к школе и что поели. Редких минут перерыва хватает, чтобы задать все другие исключительно материнские вопросы. Уроки сделал, сынок? Да. Позавтракал, пацану? Да. Больше двух месяцев с начала пандемии Саида провела в ковид-госпитале. Сейчас она вспоминает это время как самое тяжелое. Прежде всего, потому что невыносимо была разлука с детьми. Мне позвонили и сказали, что пациентов везут все больше и больше и мы открываем новый корпус и нужно выйти. Это было ночью. Я, наверное, никогда эти ощущения свои не забуду. Это, наверное, были самые сложные дни в моей жизни, потому что не видеть детей, не знать, чем они дышат, чем они занимаются, это очень сложно. Сегодня ситуация более стабильная. Жизнь входит в привычное русло. Каждый вечер дома ее встречают дети, которых в семье четверо. Три мальчика, самый старший из которых учится в университете и одна девочка Салихат. Ей три года. Ты маму любишь, доча? Как любишь? Сильно любишь? Я тоже тебя сильно люблю. Ты за мамой скучала? На момент обострившейся пандемии старший сын женщины готовился к ЕГЭ. О крохе Салихат, как и всем маленьким детям, особенно была нужна забота матери. К счастью, дети отнеслись к этому с пониманием и уважением, ведь их мама рисковала жизнью для спасения других людей. Ну, тяжело было в плане учебы, но папа помогал как мог, за что я его, конечно, благодарю. Скучал по маме? Ну, вот сильно, если честно. Мама была в красной зоне, я переживала за нее каждый день. Ну, слава Аллаха, что она выжила, и все будет хорошо. По словам самой Саиды, ее главная поддержка во все времена, ее чуткий муж и любящая мама. Все обязанности по дому в этот страшный период взяла на себя мама Саиды, а Абдурахман Атаев всецело поддержал жену в этом трудном выборе. Это было очень тяжелое решение для нашей семьи, потому что она в первую очередь жена, мать, у нас четверо детей, но врач – это призвание. Врач должен помогать всем, и человек, который носит белый халат, он иногда должен жертвовать даже своей семьей. Семья Атаевых сегодня полная идиллия. Взаимная поддержка в сложный период стала мотивирующим и объединяющим фактором для всех. Трудные времена закаляют людей и выводят героев на первый план. Одной из настоящих героин эпохи пандемии для своей семьи стала мать четверых детей Саида Атаева. Этот выбор не только высветил ее как профессионала с большой буквы, но и стал отличным примером того, как человек может, жертвуя собой, спасать других, ставить человеческие жизни даже превыше повседневной заботы о собственных детях. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Конкурс «Среди девочек» на лучшее стихотворение о пророке Мухаммаде «Мир ему и благословение» прошел в Махачкале. В нем приняли участие дети со всей республики. На церемонии чествования победителей для присутствующих устроили настоящий праздник. Подробнее в нашем следующем сюжете. Конкурс проходил на странице инстаграма женского отдела просвещения Муфтия от республики. Детки читали стихи о пророке Мухаммаде «Мир ему и благословение» и отправляли видеоролики администраторам аккаунта. Участвовали в конкурсе около ста человек от трех до десяти лет. Лучших выбирала экспертная жюри. Старались максимально объективно оценивать. Ну, вроде у нас все получилось. Насколько я это ощущал, чувствовал, настолько я и, в принципе, оценил. Дети у нас просто феноменальные. Какие они талантливые. И я думаю, что вот надо брать с них пример, чтобы ваши дети не сидели в айфонах 24 на 7. Пусть учат стихи, пусть участвуют в конкурсах, тем более их немало. Подведение итогов состоялось в актовом зале гуманитарно-педагогического колледжа. Для всех маленьких участников их родители в этот вечер устроили настоящее торжество. Викторины с подарками, исполнение нашидов, чтение Корана. Ну и вот самый ожидаемый и волнительный момент – объявление победителей. Пограждается Абду Багабова Фатима, занявшая первое место в конкурсе на лучший стирк о пророке Мухаммаде мирного благословения. Цель заключалась в том, чтобы как можно больше детей изучили, узнали о пророке, алейси саляту ассалям, чтобы еще больше любовь в наших сердцах укрепилась к нему. Победители определяли по возрастным категориям с 3 до 5, с 5 до 7 и с 7 до 10 лет. Самым лучшим из них почетные гости вручили дипломы, подарки и денежные вознаграждения. Мне очень понравилось участвовать. Мне было очень хорошо с мамой учить стихотворение. Мне очень хорошо, что все остались, что у всех есть призы. Одной из причин – привить любовь к пророку, саляту алейси саляту ассалям, так как подобного рода конкурс, они дети в таком формате лучше воспринимают и понимают, и они запоминают это тоже. И в дальнейшем, я думаю, моя дочка вдохновила своей победой тоже. Она будет в дальнейшем изучать еще больше. Без подарка в этот вечер никто не ушел. Каждому ребенку достались шарики и обучающие настольные игры, а их дорогим мамам подарили розы. Удивительно то, что они так себя красиво, достойно ведут, и при чтении этого стихотворения чувствуют стержень истинной мусульманки с таким плотным иманом, с такой честью, и чувствуется, как она горда, что она мусульманка. И, конечно, данное мероприятие способствует ограждению подрастающего поколения от всего пагубного, от всего того, что сегодня приводит к тяжелым последствиям. Организаторы мероприятия, сотрудники женского отдела просвещения Примуфтиатия Республики уверены, проигравших в этом конкурсе нет, так как каждый его участник узнал что-то новое о пророке, мир ему, который призвал людей творить только добро. Хамзан Ромагамидов, Халида Ахмаев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Новый спортзал для новых побед. Накануне в Эсбербаши свои двери открыл самый крупный спорткомплекс в городе. Объект назвали в честь мецената Абдуллы Кубаева, а на открытие съехали звезды спорта со всего Дагестана. В каких условиях будут теперь готовить чемпионов, узнавал Курбан Рагима. Ваши аплодисменты, друзья! Спорткомплекс будет верить в вашем имени. Поздравить будущих чемпионов с открытием приехали известные дагестанские спортсмены во главе с победителем Олимпиады по боксу Гайдербеком Гайдербековым. Вместе с градоначальником Магомедом Исаковым они осмотрели все помещения. У нас и дзюдо, и карате, бокс, все то, что можно в этом спорткомплексе есть. В новом спорткомплексе одновременно смогут заниматься порядка ста человек. Общая площадь около шестисот квадратных метров. Здесь два этажа. Если на первом помещении оборудовано под зал дзюдо и других единоборств, то на втором расстелили борцовский ковер. Гости мероприятия остались впечатлены уровнем организации и поблагодарили мецената за такой прекрасный подарок всем горожанам. Дорогие друзья, хочу также поблагодарить нашего уважаемого собственника, хозяина вот этого красивого спортивного проведения. Да, он мог вложить эти же денежные средства более выведенные для себя, но он вложил именно социальный объект, чтобы наши жители, города, гости, которые приезжают, чтобы нам было туда и свести, и показать, и заниматься, развивать городе. Огромное спасибо. Самое важное, какой бы ребенок ни пришел, бедный он, богатый он, чтобы их принимали как своих детей. Это самое важное качество тренера, подход тренера это самое важное. И самое главное еще после этого, наверное, не сделать их чемпионами, просто чемпионами, а сделать их людьми, воспитанными чемпионами. Вот это самое важное для нашей республики, для нашей молодежи, подрастающей поколения. Строительство этого объекта велось ровно года. Инициатором выступил местный предприниматель Арслан Гирей Кубаев. Выкупив здание, в котором ранее располагался банкетный зал, он решил вложить свой капитал в социально значимый проект. Так старую постройку превратили в современный спорткомплекс. Изначально планировалось сделать такой скромный зал чисто для зудо. Но уже в процессе самого производства, как скажем так, получилось, что новые идеи, идеи посещали и получился такой спорткомплекс. То есть мы здесь уместили не только дзюдо, а другие разные виды спорта. Открытие спорткомплекса поможет отвлечь подрастающее поколение от негативных и пагубных привычек. В этом уверены именитые спортсмены, а также представители духовенства. Ранее местные спортсмены, вспоминая тренер по грэплингу Атай Атаев, занимались в здании швейной фабрики. В тесном помещении, оборудованном под спортзал, едва помещались все желающие. О комфортных условиях для тренировок в городе и близлежащих районах могли только мечтать. О таких условиях мечтал весь город, не только я. Весь город мечтал, все спортсмены города, но их мечта сбылась благодаря человеку, который даже не в том плане, он любит спорт, а он видит, что наш город нужна в спорте. Завидую нынешней молодежи, потому что такие условия, такой спортзал, мы, можно сказать, в подвалах тренировались, вообще не было условий. Зал вообще шикарный, очень сильно понравился. Тут все условия есть, можно сказать, мировой уровень. Я очень рад, что открылся такой зал, потому что не только из Бирбаш можно сюда ходить, можно разные города, вокруг которых районы, можно все приезжать, сборы делать. День открытия спорткомплекса был объявлен выходным, однако уже на следующий день спортсмены возобновили полноценные тренировки в несколько смен. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Избирбаш. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова